Путешествие третье А ты как узнал, что я что-то задумал? Ну как, я же для этого сюда и приехал А, ну раз для этого, тогда слушай Тут на краю деревни одна баба живет, Нюрка, думаю вечером к ней А жене скажу, что в город поехал приборы покупать Кстати, у нее подруга есть, так что если уж ты специально для этого, то айда со мной Простите, а рельсы для чего? Чтоб по ним поезда ездили, а что за вопрос такой? Да нет, вот это все А, ты про это? Фу ты, главное дело А я-то, это чтобы доказать, что можно без всяких двигателей в космос взлететь А как? Фигак, и там конструкция типа рогатки Видишь, по сторонам рельсов два столба врыт Вот, я на них резинку натяну, сам к салазкам привяжусь Резинка салазки выстрелит, они по рельсам поедут и в небо по этим загнутым уйдут Вот, а сейчас извини, корреспондент, срочно еду в город за оборудованием Конечно, конечно, а что это вы мне глазом моргаете? Да что ж ты? Это корреспондент Нервный Тик Путешествие третье, суборбитальный полет, день второй Скажите, конюх, кто проводил все расчеты по полету? А, чего там рассчитывать? Вот смотри, рогатка, применяемая в быту, типа убей воробушка Садит на 200 метров гайкой А чтоб такого меня на 200 километров забросить, нужно все в 100 раз умножить Я ж так на глаз раз в 100 тяжелее гайки И вот тебе гигантская рогатка, тоже в 100 раз больше И все расчеты А как будет запущен в действии механизм? Резинка-то? Ее лошадки натянут, 12 штук Главное, чтоб не больше, потому что тогда можно высоко улететь А земля же она летит в пространстве Буду назад падать, а земли уже нет, улетела И куда мне тогда падать? А будете ложиться на околоземную орбиту? Не-не, я люблю дома ночевать И военные запрещают Там у них много секретных спутников Могу ногой чего задеть А на какие этапы будет делиться полет? Этап туда, этап обратно Между ними планирую выдрузить флаг Куда? А куда выдрузиться? А как будете приземляться? А я так подгадаю, что пока буду в полете Земля немножечко сместится И я в пруд упаду Вон тот Главное, чтоб не животом Потому что животом больно Я проверял Ага, простите, а сгореть в плотных слоях атмосферы не боитесь? А чему там гореть-то? Мы ж из воды состоим В основном А ты когда-нибудь видел, чтобы вода горела? Вот то-то А если немножко подгорю Так дома супруга сметаной обмажет Я в Сочи всегда так делаю Путешествие третье Суборбитальный полет День третий Скажите, конюх, а в чем научная цель эксперимента? Проверить, могут ли в космосе размножаться хомячки Берут с собой самца и самочку Для чистоты эксперимента посажу в разные карманы Хе-хе-хе Зачем? А чтобы жизнь медом не казалась А то, понимаешь, космос, а они тут размножаются А в чем, простите, практический смысл эксперимента? Ты что, корреспондент? В науке таких вопросов не задают Надо и все Может, потом российские хомячковеды Какую теорию из этого выведут? Например, что не нужно брать с собой в космос хомячков А, в крайнем случае, выброшу их нафиг, как баланс Ну, типа мешков с песком А чего не взять мешки с песком? Ты что же говоришь, корреспондент? Мешки с песком же не могут размножаться А еще нашим ребяткам-космонавтикам Посылку отвезу Сальцы, лучок, грибочки И журнальчик один Они же там без баб Пусть побалуются Ну, поэкспериментируют Будете осуществлять стыковку? Нет Я там оставлю А они будут пролетать и заберут А если честно Хочу проверить себя Как бы это правильно сказать Влияние чудовищного ужаса На пищеварительную систему человека Вот А потом эти знания можно будет использовать в медицине Вместо клизмы Цель благородная Хотя и неблагодарная Спасибо большое Путешествие третье Суборбитальный полет День четвертый Мы продолжаем серию репортажа Попытки конюха Федорова Вылететь в космос С помощью огромной рогатки Сейчас проводится эксперимент По максимальному растягиванию резинки 12 лошадей Растягивает ее уже около 20 минут Лошади упираются Хрипят Столбы, к которым прикреплена резинка Скрипят, но держат Уже пройдена отметка С которой завтра будет дан старт Но чтобы проверить резерв прочности Резинка будет оттянута еще на 5 метров Давай, давай, родимые, давай Конюх, как идет эксперимент? Да хреново идет, корреспондент Кони от натуги гадят И сами на этом скользят Надо будет завтра в песку насыпать Держись, ну держись Ужасная картина Первый конь поскользнулся Сбил с ног второго Ложись, ложись, корреспондент Резинка резко сократилась Выбросила коней в небо Конюх, что будете делать? Ха-ха-ха Любоваться Красиво же, корреспондент, а? 12 лошадей по небу летят Суровое зрелище, хотя и нелепое Скажите, Конюх, а не ставит ли эта неудача под сомнение судьбу эксперимента? А где же неудача-то? Их же по 10 километров на 5 подбросила А их 12 Значит, вместе на 60 А если еще на 10 умножить? А почему на 10? Ну хорошо, хотя бы на 7 Ну чего тебе, жалко что ли? Это же не твое 7 Короче, пальнет меня завтра так, что мало не покажется Скажите, Конюх, да? Обожди, обожди, корреспондент Они же вот-вот падают, начнут Схраниться надо, бежим Ух ты, рыжуха упала Ух ты, ай, ты смотри Близко ложатся Быстрей, быстрей, корреспондент Ай, 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 это что? Ты, так они ж гадить не перестали Даже наоборот Ну, кажется, все Все, ага, пойду посмотрю Итак, похоже, завтрашний старт все-таки состоится И мы, простите, я вижу, Конюх возвращается бегом и машет мне рукой Что, Конюх, куда посмотреть? Наверх? Путешествие третье, суборбитальный полет, день пятый Итак, все готово к старту отважного путешественника Конюха Федорова в космос с помощью огромной рогатки Трактор оттянул гигантскую резинку, которую вот-вот отправит по рельсам салазки, к которым прикреплен наш отважный соотечественник В конце рельсы круто уходят вверх, и промчавшись по ним, Конюх отправится к звездам Конюх, скажите что-нибудь на прощание Я тебе дам, корреспондент, на прощание, чипун тебе на язык Да нет, вы не поняли, что будет помогать вам во время полета, какие слова вы будете мысленно произносить Да не надо тебе это знать, корреспондент, хотя все эти слова ты и так знаешь, ты их, может, даже услышишь, потому что я их буду очень громко мысленно произносить Ну, удачи вам, Конюх, вот вам дорожные шахматы, сделанные специально для вас заключенными воронежского СИЗО из челюсти их сокамерника и хлебного мякиша Спасибо, пригодится Вся страна будет следить за вашим полетом А я вот думаю, может, бензином облиться и поджечь себя, а? Мне-то ничего, а людям красиво, а? Ну, ладно, это в следующий раз Поехал я Отцепляйте трактор, ребятки! С Богом! Ах, ты, ч**, твою мать, б***ь, от нихуя себе! Птичка! Птичка, улетай, улетай, птичка! Ах, ты, ч**, скользила! Эй, эй, на бой иди, сверни вправо! Земля в иллюминаторе Ух ты! Россия! Земля, матушка! И звезды! Ух, красота-то какая! О, ух ты! А? Кажись, кажись, падаю! И снег, ч**, твою мать, б***ь, что ж за х**я такая? О, ой, страшно такать! Уходи, корреспондент, уходи! Итак, мы находимся на берегу пруда, в которой собирается приводница конюх Фёдоров. Звукооператор машет мне рукой. Куда посмотреть? Наверх? А-а-а-а! Фу ты! Земля! Промахнулся метров десять! Как меня в землю-то смотри, а? По самый подбородок вбила! А где ж корреспондент? Корреспондент! О, подо мной! Тяните меня, ребятушки! А я его пальчиками, ног, попробую зацепить! Ага! А-а-а! Ха! Корреспондент! Какой ты коротенький стал!